Субтитры предоставил DimaTorzok В преддверии публикации отчета по изменению темпа в роста инфляции в США торговая активность остается очень слабой, указывая на важность предстоящего релиза. Неожиданное замедление темпа в роста инфляции может оказать поддержку котировкам пары. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общего настроения рынка, так как однонаправленного ценового движения нет. К тому же открытые интересы и объемы торгов остаются без существенных изменений. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, что увеличивает риск появления мощного ценового движения в краткосрочном периоде. Прорыв сопротивления у отметки 1.2350 позволит рассчитывать на развитие более мощного восходящего движения. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. В очередной раз котировки пары приблизились к очень важному техническому уровню сопротивления у отметки 1.3910. Прорыв отмеченного уровня сопротивления укажет на способность покупателей продолжить рост в среднесрочном периоде. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущества продавцов, так как умеренное укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса, при этом объемы торгов остались без существенных изменений. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, отдаляясь от средних показателей за месяц и полгода, поэтому риск появления мощного ценового движения продолжает увеличиваться. Лишь прорыв и фиксация котировок пары над уровнем сопротивления 1.3910 укажет на способность пары продолжить рост. А сейчас перейдем к паре доллар США – канадский доллар. После обвала котировок пары к уровню 1.2800 активность покупателей увеличилась, однако риск дальнейшего ослабления котировок пары остается высоким. Как следствие, лишь публикация неожиданно очень хорошего отчета по инфляции в США способна оказать поддержку котировкам пары. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущества покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса даже при уменьшении объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться на фоне существенного снижения торговой активности в понедельник. Поэтому сегодня можем наблюдать рост волатильности торгов. Лишь прорыв и фиксация котировок пары над уровнем сопротивления 1.3880 отменят медвежий сценарий. А сейчас перейдем к экономическому календарю. Насыщенность новостного фона остается низкой. Поэтому и торговая активность по основным валютным парам остается заметно ниже средних показателей. Однако сегодня можем наблюдать увеличение торговой активности долларом США в момент публикации отчета по инфляции. А также следует уделить внимание комментариям главы Банка Канады, которые могут сопровождаться всплеском торговой активности канадским долларом. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ваша финансовая группа поддержки.